День добрый, с вами Смирнова Ирина. Сегодня мы поговорим о такой программке захвата экрана или моментального снимка экрана, еще так называют эти в программке, которые называются Fastone Capture. Программку мы с вами уже закачали по той ссылочке, которую я дала вам в статье. И сейчас мы посмотрим, как ей надо работать. Работать мы будем с картинками, поэтому я вышла сюда в Яндекс.Картинки. Будем делать снимок кошек. Где мы находим эту программку? Заходим в Пуск, и вот она у нас вот в таком виде здесь будет показана. Я уже ее открыла, поэтому она у меня вот здесь вот в отображении значков. Вот, видите, Fastone Capture. Я кликаю по ней, и вот у меня появляется вот такая вот плашечка. Вот на этой плашечке практически указаны все инструменты этой программы. Ну, во-первых, видео у нас будет два. Вот сегодня мы с вами будем говорить о том, как можно редактировать, сделать снимок, захватить какой-то участок экрана, именно завязанный на рисунке. А в следующем видео мы с вами поговорим о второй функции этой программы. Очень хорошая и очень удобная и полезная функция – это снимок вашего рабочего стола. То есть вы открываете свой рабочий стол, проводите какие-либо действия и ведете видеозапись этих действий. Итак, вот эту кнопку мы будем с вами изучать в следующем видео, в следующем уроке, а сегодня мы поговорим о настройках захвата экрана в виде рисунка. Ну, первое, что я хочу сделать, это подобрать рисунок, с которым мы будем с вами работать. Ну, вот, посмотрите, вот какой хороший код. Давайте мы его откроем. Откроем его вот такого размера. Вот у нас этот код здесь появился. Прежде чем сделать снимок, давайте поговорим о свойствах нашей программки. Посмотрите, какие у нее замечательные есть функции. Первая функция у нас с вами – это захват активного окна. То есть если я сейчас кликну вот здесь по этой клавише, вот, то у меня будет сфотографировано полностью все окно. То есть посмотрите, видите, я попадаю сейчас в редактор этой программы. Мы сейчас, я покажу, как это настроить, и мы сразу захватываем полностью все то окно, которое я вот сейчас на экране держала открытым. Давайте закроем, не будем на это просмотреть дальше. Теперь смотрим вот здесь. Захват окна объекта. То есть я нажимаю на эту клавишу и вижу, вот, видите, красной рамочкой выделено тот объект, который я собираюсь захватить. То есть у меня без верхней части рабочей и без нижней части рабочего стола у меня пройдет захват полностью всего экрана. Как видите, очень чистенько. Не нужно вам выделять никакую область, просто очень чисто захватывается весь экран. Посмотрите, здесь еще есть подсказка. То есть если вы… Так, вот она с правой стороны теперь появилась. Быстрые клавиши. Вы прочитаете эти быстрые клавиши и сможете с ними работать. Например, вот такая клавиша, как Shift. Если вы на нее нажимаете, на эту клавишу, то вы будете видеть то, что будет у вас, собственно говоря, захвачено. Итак, я… Давайте сделаем снимок. Вот я сделала снимок, и видите, у меня конкретно идет, опять попадаю я в редактор с конкретным снимком активного окна. Закрываем. Идем дальше. Вот теперь я могу захватить ту прямоугольную область, с которой я хочу, собственно говоря, работать. Но прежде чем перейти к этой активной области, давайте мы с вами посмотрим настройки этой программы. Настройки программы у нас находятся вот здесь. Вот видите, здесь такая палитра показана. Вот в данном случае у меня. Вот этот значок здесь будет меняться в зависимости от ваших настроек. Вот если я сейчас нажму вот на этот треугольничек, то вы видите, у меня появляются большие возможности для работы с моим рисунком, с тем скриншотом, который я сделала. Я всегда… Это попадание в редактор. То есть если вы поставите галочку вот здесь, то вы попадете в редактирование вашего рисунка, и там в этом редактировании рисунка, мы сейчас зайдем туда попозже, вы просто получите все абсолютно возможности, которые предоставляет вам эта программа. Поэтому самая удобная работа, вот для меня, например, это работа с редактором. Если вы поставите галочку вот здесь, видите, у вас поменялась иконка, вот я сейчас открою, вы увидите буфер обмена, то я могу сделать следующее. Я, сделав скриншот этой программы, скриншот этого снимка, у меня сразу же этот скриншот будет в буфере обмена. И я из этого буфера обмена могу внести этот рисунок, нигде не оставляя его на вашем компьютере, ни на рабочем столе, ни в каких-либо документах. То есть ни на каком диске я не оставляю, я оставляю это конкретно в буфере обмена. И сразу вставляю туда, куда мне надо. Ну, давайте посмотрим, как я вот это сейчас сделаю. Вот посмотрите, я выбрала окно. Вот это окно я сейчас вот в таком виде. Сберем наше окно. И сразу же у меня это окно, оно нигде не отображается. Видите, мы никуда с вами не попадем. Но если я сейчас, например, открою вот такую программу, как PowerPoint, и правой кнопкой нажав здесь на внесение из буфера этого рисунка, вот в параметры вставки захожу и показываю. Вот у меня рисунок. И вот он у меня здесь сразу появился. Видите, как удобно. То есть все очень легко и просто. Ну, давайте выделим теперь вот этот рисунок и пойдем дальше. Теперь смотрите. Если я поставлю вот здесь в виде файла, то этот рисунок, который я сделаю сейчас, он у меня будет сохраняться в виде файла, которому я смогу дать название. Видите, вот имя объекта. Я меняю здесь имя объекта, и у меня этот объект сохраняется в определенном формате. Отменяем это, не будем делать. Если я, например, возьму файл автосохранения, то он сразу же сохранится у меня с теми данными, которые вот сейчас мы с вами видели. Он настроен у меня на сохранение по дате. Я могу сразу распечатать. Я могу сразу отправить по почте. Я могу сразу отправить в Word. Я могу сразу отправить в PowerPoint. Я могу отправить по FTP клиенту в интернет. Ну, вот все вот эти вот возможности у нас есть в редакторе. Поэтому мы сейчас с вами зайдем в редактор, и в редакторе посмотрим, как мы можем работать. Но прежде чем начать работать в редакторе, давайте я переустановлю на редактор, давайте зайдем вот сюда. Автор. Край. Водяной знак. Вот в эти настройки. Итак, посмотрите, что мы здесь можем с вами настроить. Ну, вот если я сниму сейчас вот эти галочки, то внизу окно сразу будет показывать, чего у меня не будет появляться, если я все эти галочки уберу. Видите, у меня просто будет обыкновенное простое окно. Но я могу настроить это окно вот таким образом. Посмотрите. Если я захотела, чтобы у меня была тень у этого окна, я ставлю вот здесь галочку. У меня появляется тень от моего скриншота, который я могу руководить глубиной тени. Ну, например, вот 9. Видите, она меньше становится, эта тень. Давайте мы вернем ее на 10. Я могу увеличить или уменьшить размытие этой тени. То есть величина размытия более... Здесь более яркая, конкретная, резкая тень. Я могу ее снизить. Я могу увеличить затемнение. Видите, тень становится более темной. Ну, вот на четверке этого достаточно. Следующий эффект. Я могу создать рамку. Вот такая рамка у меня стоит тогда, когда я делаю эти картинки, делаю скриншоты для своего блога. Цветовая гамма моего блога вот такая пастельная, поэтому я выбрала вот такую пастельную гамму. И этой гаммой я пользуюсь. Вы можете выбрать любую другую гамму. Пожалуйста. Здесь яркие цвета. Здесь вы можете произвольно выбрать это поле. И у вас будет рамка именно такая, какого цвета вы пожелаете. Ширина рамки, пожалуйста. Вот я ее увеличиваю, ширину рамки. И я могу ее уменьшить. Она у меня на шестерке стояла. Следующая возможность. Я могу сделать рваный край своего скриншота. Посмотрите. У меня... Я могу расположить рваный край справа нижнего угла. Я могу просто сделать справа. Я могу просто сделать внизу. Я могу сделать слева. И я могу сделать еще и верхний край. Если я поставлю все четыре кнопочки, у меня получится весь рисунок вот с такими рваными краями. Давайте оставим правый нижний край. Обычно с этой стороны у нас идет четкий скриншот, а здесь мы как бы обрываем наше окно. Мы можем сделать блекнущий край. И причем мы можем этот блекнущий край тоже сделать с какой-то определенной стороны. Мы можем увеличить размер этого края. Но обычно достаточно единицы, потому что это очень сильное размывание получается. и сама картинка получается достаточно маленькой. И вот еще очень хороший момент, которым можно воспользоваться. Это водяной знак. То есть вы создаете какую-либо картинку или подпись, как я вот здесь сделала. Вы выбираете эту картинку, сохраняете ее и выбираете ее в какой-либо факту, который вы сохранили. Вот у меня она на рабочем столе сохранена. И устанавливаете здесь. Где вы можете установить эту картинку? Вы тоже можете здесь выбрать вот эту информацию. То есть если вы, например, захотите переустановить ее в другом углу, то вы просто здесь выясняете, с какой стороны ваш рисунок будет находиться. Здесь вы можете увеличить или уменьшить его прозрачность. Видите, более четкая на белом фоне. Здесь менее четкая, то есть более прозрачная такая. Теперь посмотрите. Не только можете выбрать один какой-то эффект, вы можете выбрать их несколько. Например, вот такой вот эффект. Вместе с тенью и вместе с водяным знаком. Можно водяной знак немножечко поднять, вот так вот, чтобы он у вас хорошо отображался. Вот таким образом. Ну, например, я захочу сделать еще рваный край. И я захочу сделать еще и рамку. Видите, сколько наворотов можно сразу здесь сделать. Вот здесь надо как-то так устанавливать, чтобы вот эта рамочка у вас, водяной знак у вас не закрывала эту рамочку. Давайте мы рамочку уберем. Так, рваный край, вернее, уберем. И, наверное, уберем рамку. И оставим здесь только у нас тень. Кликаем ОК. И оставляем вот эту информацию внутри память нашей программы. Итак, мы настраиваем редактор и мы настраиваем автокрай. Ну, давайте посмотрим, что у нас сейчас получится. Я делаю скриншот. И выхожу в редактор. Видите, вот какой у меня получился код. Вот такого размера скриншот. И посмотрите, вот с моей подписью. И стену такой, какой мы с вами настроили. Но это еще не все. Что вы можете здесь сделать в редакторе? Ну, во-первых, вот здесь вот в настройках редактора, вот здесь вы можете в меню, вы можете увидеть абсолютно все. Вы можете выйти, опять же, по всем настройкам через меню. Здесь полностью вся информация по вашей работе. Познакомитесь с ней повнимательней. И можете получить справку вплоть до загрузки учебника. Итак, давайте разберем вот это вот меню. Ну, первое, что я хочу вам сказать. Вот посмотрите, здесь есть два редактора. Первый редактор называется вот в таком плане рисунок. Вы кликаете сюда и видите здесь возможности, которые вам предоставляет этот редактор. Ну, например, вы можете выделить что-либо какой рамкой. Вот я, например, захотела выделить вот здесь вот и показать какую-то рамку. Вот я ее настроила. Посмотрите, для того, чтобы она была у меня именно красного цвета, я вот здесь вот в нижней части экрана делаю настройки. Я могу скруглить углы у этой рамки. Видите, поменялись уголочки. Я могу непрозрачность этой рамки, вот такую непрозрачную эту рамку сделать, да? Я могу, например, сделать какие-либо эффекты тени. То есть тень, глубина по горизонтали, по вертикали, размытие, затемнение и так далее. Но мы сейчас этим заниматься не будем, да? И вот здесь я могу выбрать цвет. Пожалуйста. Я выбираю цвет. Я обычно выбираю красные настройки у меня. И вот ширина контура трём пикселям равна эта самая такая оптимальная ширина. Точно так же настраиваются абсолютно всем эффекты. Вот, например, вам нужно сделать, показать какой-то указатель. Вот я его показываю, этот указатель. Видите, стрелочка. Я, например, захотела выделить что-то там, таким вот жёлтым, затенить жёлтым цветом. Вот я затенила жёлтым цветом. Тем более, посмотрите, видите, цвет я опять могу выбрать. Я могу настроить непрозрачность этого квадратика, а могу оставить его вот таким, как он у меня сейчас есть. Дальше. Я могу вставить сюда рисунок. Пожалуйста. Сразу открывается рабочий стол. Данные вашего компьютера, вы можете сюда вставить рисунок. То есть вы здесь можете решить все вопросы по оформлению вашего рисунка. Я могу убрать все свои действия, которые я провела, если они мне не понравились. Что тоже, кстати, очень и очень удобно. Итак, давайте посмотрим, как я это сохраняю. Я просто всё сделала, всё, что мне здесь нужно. Но давайте для наглядности поставим такую стрелочку. Я кликаю «Ок» и у меня оставляется рисунок вот с такой стрелочкой. Теперь посмотрите, что я могу делать дальше. У меня есть ещё одна программка, встроенная сюда. Это программка «Пэнк». Вы очень хорошо знаете эту программу. Если я кликну по этой кнопке, то я попадаю в эту программу. Что я могу сделать здесь? Те, кто знаком с этой программой, прекрасно знают все те возможности, которые можно здесь использовать. Посмотрите. Первое, что я могу сделать. Я могу повернуть рисунок так, как мне хочется. Пожалуйста. Давайте его вернём в нормальное состояние. Вот, вернём свой рисунок на место. Теперь я могу здесь точно так же работать, точно так же показывать, выделять какие-то объекты. Причём давать абсолютно разные выноски. Например, вот такую выноску. Мне нужно здесь будет что-то подписать. И вот я сделала эту выноску. Пока она у меня выделена вот в таком квадрате, я могу изменить её цвет. Видите, вот мне нужно красненькое, чтобы она была. Всё, я сделала её красненькой. Теперь мне нужно написать что-то в этой выноске. Я нажимаю вот на эту буковку А и пишу. Ну, например, давайте напишем, что это кошка у нас. Вот она. Видите? Вот эта запись у меня появилась. Оставляем всё так, как есть. И пишем «Сохранить». Сохранили этот рисунок и вернулись, закрыв вот этот квестик, и вернулись обратно в сам редактор Fast and Capture. Теперь, что мы здесь можем сделать? Ну, давайте посмотрим. Первое, что я могу сделать, это я могу увеличить рисунок или уменьшить его. Я могу выбрать определённые какие-то области. Ну, например, давайте мы возьмём вот такую вот область, как овал. И выбрав вот эту область, показав её вот здесь, я могу её обрезать. Отменим это действие через правку. Или, например, давайте вот ласса выберем. Ласса – это произвольная у нас вот такая вот область. Вот такая вот мы её закрыли, эту область. И теперь я могу её вырезать. Видите, у меня получается здесь пустое место. Я могу сделать всё, что я, собственно говоря, захочу. Давайте и это действие мы с вами отменим. Отменим несколько раз. Всё. Так, что я дальше могу сделать? Дальше я могу, например, сразу же здесь, на месте, поменять и выполнить изменение края. Например, я решила, что всё-таки я хочу, чтобы мой рисунок был с рваным краем. Я выбираю этот рваный край, нажимаю кнопочку «Apply», и вот у меня появился рваный край. Опять же, я могу это действие отменить, если мне не понравится. Теперь очень хорошая вещь такая вот, как размер. Посмотрите, вот когда я делаю для своего блога картинки, то я делаю картинки шириной 300 пикселей. Вот я здесь поставила 300 пикселей сразу же, и у меня картинка стала такой, какой она должна быть, например, для моего блога. Теперь посмотрите ещё одна очень интересная вещь. Вот я могу прямо отсюда вставить эту картинку. Куда? Посмотрите, я могу её отправить в Word, я могу отправить её в PowerPoint, я могу её отправить в интернет. Вот для того, чтобы отправить в Word, у нас должен быть с вами открыт этот документ. Давайте мы с вами зайдём в Fast and Capture и отправим эту картинку в Word. Вот она у нас с вами появилась. Если я захочу её отправить в PowerPoint, то прежде всего вам нужно установить активное окно, в которое вы собираетесь отправлять этот рисунок. Вот посмотрите, вот у меня под цифрой 3 слайд активный. Я сейчас захожу сюда, нажимаю вот на эту кнопочку и отправляю в PowerPoint. Видите, как всё быстро, легко и просто. Здесь уже в PowerPoint вы уже можете эту картинку увеличить, переместить и так далее. И для работы, для создания презентации в PowerPoint это просто незаменимый инструмент. Очень всё быстро и просто. Не надо сохранять, не надо доставать и куда-то уводить. Вы можете скопировать эту картинку. И она у вас будет на кнопке, то есть так, как я вам показывала буквально в самом начале этого видео. Так, следующий момент, что мы можем сделать, это сохранить наш рисунок на рабочем столе. То есть там, собственно говоря, где вы выберете, я обычно эти рисунки сохраняю на рабочем столе. И вот здесь на рабочем столе я даю имя этому объекту. Ну, если я напишу, например, на латинице, что это у меня кошка, вот так вот, и напишу «Сохранить». То оно у меня сохранится именно в том размере, в каком я его решила сохранить. Вот оно, видите? И для работы я могу этот рисунок сразу же взять туда, например, в блок, через медиафайл загрузить и так далее. То есть очень удобный инструмент. Чем хороша эта программа? Еще давайте вот зайдем мы с вами сюда и на нашу кошку. Вот посмотрите, здесь прямо вот на этой плашке я могу, например, для захвата выбрать произвольную область. И это произвольную область в виде ласса. То есть любая область, которая мне нужна, вот я ее захватила и оставила в виде скриншота. Видите, у меня здесь, так как была настройка сделана с тенью, вот она, тень появилась, так как у меня была настройка сделана с моим водяным знаком, вот такой вот рисунок, вот такой скриншот у меня остался, он сразу попадает. Этой кнопочкой я могу захватить весь экран. То есть вот я сейчас сразу же забрала абсолютно весь экран. Опять закрываю. Вот этой кнопочкой я могу проскролить экран. Вот у меня сейчас, к сожалению, он весь просто здесь у нас, да, но если я захочу сделать автопокрутку, сделать, например, длинный скриншот, то я левой кнопкой мыши нажимаю, он у меня прокручивается и копируется. Все, я сделала очередной раз, очередной скриншот. То есть все очень быстро. Теперь посмотрите, вот очень важная вещь, это захват фиксированной области. То есть вам, например, нужно сделать какой-то баннер определенного размера. И вы этот баннер делаете, заполняете того размера, который вам необходим. Ну, например, вот сейчас у меня, как видите, здесь написано 700 на 160. Если я нажму на кнопочку F2, то у меня появляется вот такое окошечко, где я могу поменять размер. Давайте мы его размер этот изменим, например, на 500. 500 на 160. Я кликаю ОК, и видите, он у меня поменялся. Вот давайте выберем глазки и носик, вот у этого нашего кота, и сделаем этот скриншот. Ну, естественно, если вы, опять же, оставляете вот те настройки, которые у вас есть, то они у вас вот здесь обязательно проявятся. Итак, закрываем. И вот еще одна интересная функция – это линейка. В линейке, то есть когда вы делаете скриншот, вы можете здесь, делая скриншот, выбирать этот размер определенный. То есть у вас будет видно, сколько пикселей у вас пройдет в данном случае. Что мы на сегодняшний день с вами узнали? Мы с вами просмотрели определенные эффекты конкретного захвата окна, экрана вашего компьютера в качестве рисунка, в виде рисунка. Вот этот рисунок вы можете использовать буквально везде. Вы можете сделать галерею, вы можете определенным образом его оформить, создать определенный вид вашего блога и так далее. То есть функциональность этой программы удивительная. На этом мы сегодня с вами заканчиваем. Следующее видео мы посвятим вот этой функции – созданию видеозаписи посредством программы FastStoneCapture. Всего доброго! С вами была Смирнова Ирина.